Я скажу вам откровенно, что я не сторонник теории заговоров, разговоров бесконечных про масонство и так далее, знаков на долларах и прочее. Могу сказать, имея касательство к российскому эстеблишменту, определенному, и несколько знакомых среди топ-бизнесменов России. Ну, могу сказать честно, что, безусловно, мировые элиты, они связаны. Если мы говорим о бизнесе, ну, бизнес связан с политикой, поэтому здесь очень тесное переплетение, и там ограниченный клуб людей, наверное, определяет развитие человечества и мир и спокойствие на планете, или наоборот, его отсутствие. Безусловно, это существует, без этого никак, но мир настолько стал сложным, мир настолько стал глобальным, что какой-либо центр один или группа людей, пускай из разных стран, не в состоянии определять жизнь планеты целиком и 7 миллиардов человек. Да, она может оказать где-то более существенное внимание, в каких-то регионах где-то менее существенное, да, но, собственно говоря, и потеря Соединенными Штатами, постепенная утрата их внешнеполитического влияния и вот этого однополярности мира, особенно после Советского Союза, лишнее тому подтверждение. Вектор частично смещается в Азию, Европа становится, пускай и затихающим, но тоже это самостоятельный центр силы России претендует на локальное лидерство вместе с Белоруссией и Среднеазиатскими республиками. Вот здесь у себя в регионе традиционный Китай контролирует Юго-Восточную Азию, есть еще Африка, отдельная история Латинская Америка. Мир становится многополярным, мир становится очень-очень сложным для того, чтобы какие-то ограниченные, ограниченное количество людей полностью определяло его развитие, существование. А развитие мира, такие люди как раз определять могут, но это не закулисные бизнесмены, которые эксплуатируют несчастных русских или африканцев, выкачивая из них последние ресурсы. Нет, на этом зарабатывают свои, всегда, основные бабки. Нет, это люди типа Элона Маска, который хочет умереть на Марсе, он запускает частные космические корабли. Это люди как Стив Джобс и так далее, их имена на слуху. Это люди, которые реально двигают человечество вперед. В этом смысле, да, может быть, они определяют развитие. Продолжение следует...